Прошел месяц, как у меня на столе лежит, пожалуй, самая лучшая игровая клавиатура, которая есть на рынке. Речь сегодня, конечно же, пойдет о вутинге 60HE, о клавиатуре, которая захватила внимание всех игроков Osum. Но почему же она настолько популярна? Сегодня мы это выясним, а также сравним с другим, не менее сильным конкурентом, Trendier A75. Начнем с распаковки. Вместе с клавиатурой также в комплекте идут маленький ремешок, который можно прикрепить к клавиатуре с надписью Take Control, Кабель, Кейкопуллер, 2 дополнительных свеча, а также 2 дополнительных винтика, на случай, если что-то пойдет не так. А так она, кстати, звучит прямо из коробки. Ладно, пожалуй, по берегу ваши уши. Сборка. Сборка данной клавиатуры, пожалуй, лучше среди ее конкурентов. Да, корпус сделан из пластика, но он не дешевый и чувствуется, что он качественный. Конечно же, если мы поговорим о моддинге клавиатуры, то можно поставить базу, то есть все PCB с переключателями в Tofu 60Case и наслаждаться до конца своих дней. Но сегодня не об этом. Сегодня о том, как люди из компании Wooting додумались положить в клавиатуру за 180 баксов хорошую шумовую прокладку, а также поставить смазанные с завода свечи и стабилизаторы. Фишки. И тут мы плавно переходим к тому, из-за чего же все так полюбили эту клавиатуру. Из-за чего начался весь хайп вокруг этих клавиатур. Rapid Trigger. Rapid Trigger это функция, которая позволяет свечу ресетаться в ту же секунду, как вы отпустили клавишу, вне зависимости от того, на какой высоте находится у вас свеч в данный момент. То есть вам больше не придется ждать, пока вы отпустите клавишу до точки ее срабатывания, чтобы она деактивировалась. И чтобы впоследствии снова ее нажать, чтобы она заново активировалась и засчитался клик. Конечно же это применимо только в том случае, если мы выкрутим Rapid Trigger на самые минимальные настройки. Но так можно самому кастомизировать и ставить любую точку срабатывания и любое значение Rapid Trigger. Чем выше чувствительность, тем кнопка отжимается быстрее. И наоборот. Это позволяет создавать разные профили для разных ситуаций или игр. Например, можно создать отдельный профиль для FPS шутеров, сделав кнопки VSD более чувствительными, остальные менее. Или вообще, поставив активацию, нажать и на 4 мм, чтобы уж точно во время катки случайно не нажать на кнопку Windows. А также, например, можно в одном профиле поставить Rapid Trigger, если играешь в стримы, а в другом его выключить, если играешь в джампы, и спокойно в любой момент между ними переключаться с помощью специальных комбинаций клавиш. Также в софте, который еще и браузерный, между прочим, можно настроить, понятное дело, подсветку, переназначить клавиши, и самое интересное, это вкладка Дополнительные клавиши. Здесь можно на одну клавишу назначить аж сразу 4 разных действия, опять же, в зависимости от точки активации. Или же назначить разные действия на нажатие или на удерживание клавиши. Так, например, при нажатии клавиши у вас будет срабатывать стрелка вверх, а при удерживании будет срабатывать Shift. Все это хорошо, но импровит ли Rapid Trigger на самом деле? Здесь нужно будет максимально углубиться в технику таппинга. А именно в технику жима. У каждого игрока по-любому есть скорость, при которой он будет свободно жать долго и обязательно жать с наименьшим усилием. То есть будет казаться, что пальцы практически не двигаются. Но это лишь... практически. На самом деле, при таком раскладе пальцы еще как двигаются, просто мы этого не замечаем. Например, при каждом нажатии, при каждом, скажем, действии пальцев, они преодолевают расстояние в 0-1 мм. Понимаете, к чему я веду? А к тому, что стандартные клавятуры не дают раскрыть тот самый потенциал, который есть у каждого игрока. Нам приходится по-любому двигать много пальцами, высоко отпускать и низко нажимать, дабы клавиши на стандартной механической клавятуре сработали. А это, в свою очередь, ограничивает скорость и сильно истощает стамину. Поэтому вутинг и другие клавятуры с магнитными свечами, которые имеют технологию Rapid Trigger, позволяют раскрыть данный потенциал. И тем самым игрокам становится легче, появляется больше стамины и во многих случаях пропадает фингерлок. Стоит ли вутинг своих денег? Субъективно говоря, мне вутинг сильно зашел. Я много раз говорил о том, что я не жалею ни копейки потраченной на эту клавиатуру. Особенно мне понравился ее звук и софт с безограничными возможностями. А так, объективно, если перед вами стоит выбор купить вутинг или драгдир, но у вас нет денег и вы вообще играете только в осу, то советую присмотреться к покупке кейпада с Rapid Trigger. Если вы живете в РФ и нет друзей с Казахстана или с других стран, которые бы могли прислать вам вутинг, то однозначно берите драгдир, вы ничего не потеряете. Если у вас все-таки есть возможность купить вутинг, вам нравится кастомизировать клавиатуры и вообще вы склонны к этой компании, то что уж вам говорить, берите вутинг. Это, пожалуй, лучшая клавиатура, которая когда-либо лежала у вас на столе. Ну что ж, а если вам понравился данный ролик, то почему бы не подписаться на канал, поставить лайк, ну а также поделиться этим видео со своими друзьями. Большое всем спасибо и пока. Да, кстати, 1000 пп скор на вутинге так и не поставил.